Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня мы с Машей едим 100 роллов. Да, офигеть, да? Да, эти 100 роллов из места, которое мы очень давно хотели попасть, попробовать. Это спейс-суши. Посмотрите на них. Я, если честно, не смогу вам просто поднять и все это показать, но вот поверьте, это офигенно все пахнет, это так вкусно и божественно. Вау! Давай пробовать все показывать. Ну, давай. Так, ребят, мы первый раз пробуем эти роллы вообще. Да, первый раз. Я возьму вот этот вот замечательный с такой штукой. А я вот этот. Это вроде бы с танцом. Нет, с лососем, да. А это с угрюм. Блин, пробуем. Первый ролл. Мы очень голодны, мы так долго все расставляли. Офигенно сливочный сыр, во-первых, у меня. Офигенно мягкое авокадо. Блин, офигенно все. Очень вкусно, реально. Обалденно вкусно. Пока очень вкусно. Давайте дальше. У нас, кстати, сегодня тема необычная. Мы вообще с Машей... Ну, давайте так. Вы верите в экстрасенсов? Да. Ответьте на вопрос. Мы вот верим. Блин, знаешь, что хочет звук проверить? Друг не пишет. Давай. Правильно прочихнуть. Маша. Хотела чихнуть. Ребят, я волнуюсь. Вообще, на самом деле, всегда как-то много роллов. Так волнительно. Да? Хочется съесть все, но как-то не получается. Интересно, у нас получится съесть все? Да. Так, кстати, про экстрасенсов. Мы там проявались. Про экстрасенсов, да. Так что, вы верите в экстрасенсов? Кто смотрит экстрасенсов по ТНТ? Я думаю, все. Так. Все? Девочки точно. За кого болеют, кстати, люди? Я люблю вот это вот там. Ближе, ближе, ближе. Викторию Райдос. Ближе. Будем тыкать. Максимально. Ес, да, мы тыкаем. Слушайте, роллы обалденные. Это просто. Спейс, слушай, реально топ. Ну, будем... Ребят, вообще рекомендуем. Потому что, блин, васаби такой зеленый. Так вот. Необычный, что это с сыром. Ты за Райдос? Угу. Реально? Угу. А я за кого? Не, ну шеф. За чреватого. Я за чреватого. Ну, кстати, прикольный, прикольный, да. Прикольный. Ну, я не знаю, искренне на самом деле я болею. Мне нравится шаманка. Марьяна. Угу. Прикольный. Она раскачалась, кстати, под конец вот сейчас, да? Да. Ну. Да, да. Угу. Ну, шепсы. Ну, шепс подвешивает немного у старшего. Ну, я за старшего шепса. Но старший такой прикольный. Потому что... Слово свое вот имеет такую... Да, знаете, вот этот Олег шепс, он такой немножко... Ну, такой, типа, ой, давайте не будем драться. Давайте не будем. Ну, такой, типа... А, не надо? Олег, да, да, маленький такой. А вот старший, такой, с перчинкой. Со стержнем, да, старший. Ну, поэтому... У нас старший. Поэтому... Ну, вообще, ребят, всем советую болеть за многоликую ведьму. Надежда Шевченко. Блин, она вали ее через... Ну, она классная. Ну, блин, реально. Они все классные, видите? Мы вообще... Я вот всех люблю, красавица. Я тоже всех вот люблю. Так, я хочу вот это. Вот это что? Это... Кстати, не пробовала. Это просто уголь. А это уголь с авокадо. А у меня с огурцом, но я все равно... А я вот это, знаете... А я какие-то попробую. Ребят, это просто, смотрите, чистая рыбка. Блин. У них столько рыбы. Ох, да. Я тебе обязательно попробую такие. Салфетку давайте дам. Я, кстати, в своем телеграме... Заходите, я тут покажу вам. Я спрашивала, кто верит в экстрасенсов. И в основном люди думают, что это постанова. Ты согласна? Это по-настоящему экстрасенсы, да? Конечно. Ну реально, конечно. И мы даже отправляли письмо на битву экстрасенсов. Мы сейчас расскажем, почему, как. Маша вообще на самом деле у нас сенс. Она обладает. Хоть воврочек-то вот эти вот. Машка обладает. У нее сны. Ой, у нее сны. Божечки. Это вообще... Параличи сонные частенько. Частенько. Я думаю, те, кто с этим сталкивался, понимают, что это не смешно. Это не прикольно. Но со временем я уже такая просто... Так, окей, что сейчас будет? Сейчас будет новенько. Ну давайте посмотрим. Ну вот такое. Самый жесткий сон, это был дома. Там, где просто какой-то чувак в черном заходит. Вот так вот поднимает меня над... Ну вот там вот как бы постелью. И вот так вот меня начинает просто крутить. И я чувствую, как я... Ну я чувствую просто воздух, ну это вот под собой. И то есть я вот так вот над... Это как бы тебе снизу. Над кроватью. Ну я это чувствую, понимаешь? Ты прям чувствуешь, как ты крутишься? Да, я это чувствую. Ты трэш. Ну ты понимаешь, когда это рассказывает, я просто в шоке сейчас с этого. Какая-то боится спать. У меня, знаете, мой максимальный сонный паралич, это когда я спотыкаюсь и просыпаюсь. Знаешь, типа, ой. Ну это... Ну это еще легкая форма. Это похоже, да? То есть я просто, знаете, когда иногда бывает, что спотыкаешься во сне, ты настолько пугаешься в этот момент. И это вот тоже самое, только хуже, да? Да. Это намного хуже. Это ужасно. Ну, в общем, Маша этим страдает. И ты говорила, что у тебя в нашем доме чаще, да, это происходит? Ребят, вот сейчас без шуток. В нашем доме, в родительском, происходят реально странные вещи. Ну, блин, ребят, так не рассказать в двух словах, на самом деле. Мне кажется, сейчас все будет думать, что мы выдуваем. Потому что у меня была страшная история. Я рассказывала про то, как мы подругу чуть не забрали в рабство. И многие люди написали, что я придумываю. Хотя это правда. То есть, ну, она мне это... Она мне стала такое придумывать. Ну, то есть, это бред. Такое не придумаешь, знаете? Вот. Но... Вообще, изначально у нас мама очень чувствительная. Да, мама что-то видит. У нее вот тут вот эти глаз, мне кажется. А у нее там родинка, кстати. У нее там родинка. И я тут, кстати, недавно смотрела выпуск Виктории Райдес про родинки. Угу. И она говорила, у кого родинка между глаз, то, типа, этот человек, он обладает, ну... Ну, типа, как изновидящий и так далее. Ну, мама реально такая. Ну, мама правда у нас, да, ребят. Ну, надо, знаешь, как-то нам все скомпоновать, чтобы... Вот это, кстати, красиво. Вот это тут много рыбки. Надо нам все скомпоновать, чтобы ребятам рассказать, как это реально было. И есть. Ммм. Ммм. У меня в челюсть хрустнула, хотя они большие. Ммм. Ммм. Обязательно вот это попробуй. Очень вкусный. Ммм. Не будем спешить. В общем, по поводу нашей мамы. У нее тоже... Она страдает сонными параличами периодически. Давайте расскажем эту самую жесткую историю, когда я еще была маленькая, а Маши не было. Ммм. Короче, мы... Ммм. Мы с мамой... А, я часто оставалась у бабушки, и мама, получается, была в другой квартире с Машиным папой. И случилось так, что он уехал в командировку, это была зима, он уехал в командировку в ночь. Ну, то есть он встал ночью и уехал. И где-то в пять утра, да? Да, под утро я забыл. Мама слышит шаги по квартире. Они сначала идут в мою комнату, там в этой квартире была моя комната. Ну, я часто еще оставалась у бабушки с дедушкой. Была моя комната, и он заходит в эту комнату. И потом... И Маша на комнату, это тоже была наша, короче, комната. И потом идет уже к маме в спальню. А кто идет? Типа, дед. Да. В синем. Огромный, седой дед. Метра три. Ну, прям вот очень такой вот высокий дед. И он, по-моему, смотрит на маму. Типа, вот он вот так вот тут стоит. Я помню, она еще на рассказала, что очень тяжелые какие-то шаги. Да, шаги тяжелые, как будто такое. Да, вот эти вот булыжники прям дуф, дуф вот так. Да, он садится рядом с ней, и она начинает... Ну, вот у нас, кстати, мама, правильно? Она как-то... Я бы, если мне такое приснилось, я бы с ума, наверное, сошла. Она стала материться и его прогонять. Ну, вот как бы так и нужно. То есть только матом вот эти всякие нечисти, там, что еще есть, сущности, их вот, ну, вот мата, они как-то боятся. В общем, стала она материться, его прогонять. Вот, по итогу она включила свет, как я поняла, проснулась, вскочила с кровати и просто зимой побежала до нас с бабушкой, с дедушкой. До квартиры нашей. Представляете, сколько она бежала? И я помню, знаете, ребят, я помню этот день, когда утром они сидят, я еще маленькая, и мама это рассказывает. И что вот она прибежала, и мы все, короче, в шоке. Вот такие вот сны, как бы, были у нашей мамы. И, ну, до сих пор они, в принципе, ей что-то подобное... Нет-нет, доснится. Ну, она чувствует, знаете, на себе там взгляд и так далее. Вот, ребят, у кого было такое, пожалуйста, напишите, потому что мы как раз с этим и написали в битву. Мам, мы как раз вот про тебя говорим. Мы с Машей снимаем мукбанг. Давай я тебе перезвоню. Давай, давай-ка. Представьте, мама звонит. Смяш. Вот, ребята, вы будете писать, что не верите. Как тут не поверишь, когда так? Не, ну, это жестко, на самом деле, жестко. Ну, да. И, видимо, мне это передалось по большей части. Да, у Маши ты сильнее. У меня такого прям нет. Ну, вот у меня бывают, может, какие-то, знаете, предчувствия и так далее. Но у Маши вот эти сны... Это прям... Ну, да, у меня еще часто такое, что, ну, там какие-то вот, какие-то мужчины. Страшные какие-то мужчины. И они почему-то у меня там то сидят рядом, то еще что-то. Ну, то есть это прям вообще как-то странно. Не, ну, ладно, хоть бабка там какая-нибудь, не знаю. Просто вот мужики какие-то. Может, мне мало людей, я не знаю. Ну, навряд ли. Ну, вариант. Ну, а как? Это же кто-то. Кто? Кто же это? Ну, я не знаю. Но это может быть, знаете, какое-то подсознательное такое. В любом случае, насколько я знаю, что мы видим мир трехмерно. Да. Периферийным. Периферийным зрением вообще, ну, мы видим потустороннее. Это с чем? Ой, это тунец, креветка, огурец, авокадо. Очень вкусный ролл. Ну, блин. Ну, знаете, мы видим мир в трехмерном изображении, я не знаю. И, в общем, у нас ограниченное количество органов чувств, но на самом деле мир более безграничен, и мы многого не видим, не понимаем и не чувствуем. Это, я думаю, что вот так работает. И когда что-то такое, знаете, у некоторых людей какая-то связь, контакт образуется с чем-то непонятным, потусторонним, ну, понятно, что все это не могут видеть и чувствовать, потому что просто это невозможно. Ну, то есть всем иметь какие-то там, ну, не знаю, особую чувствительность, да. То есть это именно какие-то очень чувствительные люди. Часто, кстати, это ранимые люди, да, там чувствуют, что такое сверхъестественное. Офигенные роллы вообще. Роллы реально топовые. Топовые. Какие тебе вот сейчас... Я еще не все попробую, какие тебе понравились. Ну, блин, ну я вот... Вот шапки, это моя любовь. Шапки, это вообще вот это. Маш любит шапки. Я шапочница. Очень люблю шапки. Маш реально обожает шапки. Блин, сверлят. Ну, сверлят. Закончили. Так, о чем это? Так вот. Я очень хочу на самом деле почитать про сонные параличи. Вот у кого какое было. Потому что я очень хочу увидеть человека, у которого было вот реально прям что-нибудь жесткое. Чтоб я, ну, подумала, чтобы... Поддержать Машу. Да, поддержите. Поддержите в телеграмму, кто у кого вот... Было такое? Потому что у меня прям такого не было. У меня ничего нет. Ничего у меня нет. Диалик, иди. Мы снимаем видео. Понял? Иди, вон там тебе корм твой проснул. Присталпали сверлить. Ну, сколько можно? Сколько можно? Сверлились. Ребят, просверлились. Так о чем мы? А, у кого был сонный паралич, пишите Маше в телеграм. Ну, а вот с переездом сейчас на новую, абсолютно новую квартиру, на лужика, вообще нет сонных параличей. Вообще. Вы знаете, что мне кажется вообще? Что наша мама, она концентрирует. Открыла портал. И она у себя это концентрирует. Я вам честно говорю, у нас мама, реально. Записывайтесь на консультацию. Угу. Сейчас мы еще курсик, да, там сделаем курсы вам. Нет, мы не инфо-цыгане. Ну, у нас мама, правда... Вкусно. Мама очень необычная. И Маша с ней, мне кажется, жила. Я жила. И от того, ну, вот в последнее особенное время, и от того у нее концентрация мистики повышена. Ну, вообще, у меня мистика по жизни. Да. А, я же вот этот хотела, ребят. Я его отставила, чтобы пока просверлились. Ну, в общем, я верю во всю эту тему. Вообще, конечно, прикольно открыть все сверхъестественные способности. Но я-то сказала как-то, и мне спросили, зачем тебе это нужно? А я не знаю, зачем. Просто так? Ну, как бы тоже зачем. Помогать людям. Про экстрасенсы, про письмо. Маша, расскажи, какое мы письмо писали. Ну, чтобы к нам приехали, чтобы нашу маму посмотрели и почистили. От бесов. Можно не натыкать? Это же наша мама. Да нет, ну, при чем тут мама? В общем, почему мы видим какую-то вот эту, я не знаю, вот бесятину, понимаете? Вот почему? Они с мамой в нашем доме слышат шаги, да? Да. На них там кто-то вечно смотрит. Ну, иногда бывает, да? Вот когда вы там сидите, я не знаю, ну, там, не знаю, вот смотрю я дом 2. Не смеюсь. Это серьезная тема. И вот смотри, я дом 2. И вот чувствую я вот что-то вот слева смотрю. То есть эти мысли, они приходят сами по себе, но как бы не просто же так они приходят. Правильно? Поэтому я считаю, все-таки что-то есть. И нас бы всех почистить на самом деле. И дом, да и нас. Ну, в принципе, просто должны быть светлые мысли. Может быть... Как бы сами накручивают себя люди. Да, да, да. Я думаю так. А, кстати, так Влад Чареватый говорит. Да. Я тоже слышу. Да? Я вот, знаете, больше пофигистка. Я так тебе завидую. Я всегда хотела быть такой же пофигисткой, как ты. Потому что из-за того, что я трясусь по всякой фигне, у меня... Я много чего... Я торможу. И мне так хочется быть пофигисткой, но это просто не по моей природе. Я просто не могу такой... Маш, слишком такая... Ну, это твой плюс, Маш. Ну, то, что я обдумаю все 15 раз, прежде чем сделать, это порой, знаешь, это так себе, я скажу. Ну, все-таки ты более чувствительная, чем я. Это плюс. Это не плюс, потому что... И что, я могу плакать по всякой фигне. Давай. Плакать по всякой фигне? А последний раз почему ты плакала? А я не помню. Последний раз я плакала. Не знаю, из-за чего, но я могу расстроиться, потому что я что-то хотела съесть именно сейчас. А это или дома закончилось, или съели, или вообще у меня была такая ситуация, когда я приготовила еду на самые последние продукты, и я уронила тарелку. Боже, моей печали не было конца, я так плакала, я так ревела. Вот, наверное, вот тот случай я помню. Ну, да. Ну, кстати, Маша реально может расстроиться, а я ее вот люблю доводить еще. Да, тандем отличный. Типа, ой, ну че ты, как им эту хрень нести. И Маша еще хлеще становится, и всех это бесит. На самом деле, нет, меня это наоборот лучше. Ну, вот меня это как-то... Мне легче становится, что... Ну, вот над проблемой, которая абсолютно не проблема, лучше посмеяться, чем вот это вот придавать. Там не знаю, давай посидим, давай вот разберемся. Что же не так, что же там в детстве пошло не так, что сейчас вот так. Все равно это... Не имеет смысла. Не имеет смысла, все равно нужно как-то, ну... Ну, попроще относиться к жизни. Да, надо попроще относиться к жизни. Много разных ситуаций вообще. И вот Катя учит меня вот этому, и вот за счет, наверное, тебя я стала менее вот такой вот переживательной. Так, Маша, раньше помнишь, как ты боялась сниматься видео? А я-то тоже боялась. А сейчас ты переживала? Вообще нет, да? А первый раз помнишь? Первый раз вообще. Ну, да, и видите, это как бы, ну, прикольно так раскрывает тоже человека. Кстати, вот многие мне писали, что, типа, тоже хотят снимать и боятся. Убрать страхи. Да. Ну, в общем, по поводу экстрасенсов мы написали письмо, чтобы к нам приехали. Но нам ничего не ответили пока. Мы ждем. Мы рассказали всю ситуацию, рассказали про маму. Так что ждите следующий сезон. Да. Мамы часто, знаете, наши родственники снятся, которых нет. Умершие, да. Да. Причем, знаете, там такие сны. Вещи. Все почти. Не просто, знаете, ну, там приснился, а там у них конкретно какая-то история прямо. Они что-то там делают вместе. Ну, в общем, это страшно, если честно, когда такое снится, когда так с этим тесно связан. Не знаю, с чем оно, но это что-то вкусное. Слушайте, ну, с шапками у них обалденные роллы. С поясушкой, что ли? Да, очень вкусные. Я тут напала просто, напала на угарь. Вот эти мне очень понравились. Но мне, честно, сегодня прям поугрю очень вкусно. Вот эти ты пробовала? Они обалденные, Маша. Мы так садимся специально. Маша садится есть шапки. Я сажусь есть вот это вот. Потому что мы с ней... Хорошо, кстати, мы любим разные роллы. Мы не деремся. Она любит вот такие шапки очень сильно. Я люблю вот такие. И у нас невзаимопонимание полное. Тут немножко вот это полдонышко. Но все равно обалденно. Мне очень понравилось. Вот, знаете, эти роллы, ну, мой фаворит. Очень понравились. Многие пищали. Попробуй спей суши, попробуй спей суши. Попробуй, ребят. Можно сходить, заказать вот такой вот один. У них везде по 8 штук. И в обычной жизни я бы заказала одну, я бы наелась. Потому что здесь каждый ролл по 300 грамм. Вот так, поэтому это... Ну, плотненько. Очень плотненько, я уже все. А у меня завтра, между прочим, свидание. Мне не надо быть с большим пузом. Кстати, Машу можно... Ну, не Машу поздравить, но, в общем, она идется на свидание второй раз. Второй раз с одним и тем же парнем. Второе свидание. Что-то она мельчается. Да, поэтому... Это круто. Вот так. Ну, так что мы с экстрасенсом-то решили? Ну, мы решили, что мы тоже, как они. Мы видим, мы чувствуем. Ребят, ну, если вы увидите у нас по ТНТ, нашу семью... Не удивляйтесь. Ну, знаешь, я вот всегда удивляюсь тому, что как они все время выбирают какие-то истории, которые реально типа волшебные. Ну, они тоже немножко добавляют мистики, хотя... Ну, знаешь, иногда бывает, они такие, ой, у вас нет здесь никакой порчи. Да. Но зачастую она бывает, мне кажется... Ну, могут сказать немножечко, может, лишнего, чтобы было поинтереснее смотреть. Но я вот помню, Шепс там однажды закусился, и он говорит, типа, зачем вы, ну, отпугаете людей, типа, там нет ничего. Да. Зачем это делать? Ну, короче, тоже немножко, да, как бы... Я, знаешь, ну, как бы думала о том, что они все время приезжают вот в эти дома, и часто там, ну, какие-то такие трэшовые истории, как они их выбирают, ведь они могут приехать, там вообще ничего может не быть такого. Ну, в общем, мне вот это немножко, как бы, я... Ну, как бы, знаете, когда это смотришь, в это нельзя не поверить, ну, потому что такое... Ну, нельзя, ну, я не знаю, как такое сыграть. Ну, там люди обычные, как бы, снимаются там, ну, это не то, что им, там, не знаю, заплатили, и они такие, ой, да. Да, мы вам верим. Да, я вот не знаю, кто нас, ну, как бы, ну, поэтому посмотрим, если они нас выберут, мы вообще будем очень рады. И они скажут, у вас нет никакой порчи, вы все придумываете. Ну, у нас и порчи-то нет, у нас просто, мы сами можем ее навести, у нас какая-то там связь с этим, с тем миром. Да. Я думаю, много таких людей, половина, точно, половина мира, я думаю. И вот, кстати, сонные параличи, это не каждому одно, поэтому, если у вас есть сонные параличи, то, значит, вы избран. Ну, говорят, что там можно этим научиться пользоваться, что... Да. Кстати, я вот это у Марьяны смотрела, как раз я тебе скидывала до этого видео, что, типа, сонный паралич. Можно путешествовать. Да, можно управлять сном. Управлять сном. То есть, это вот как раз-таки многие даже люди, чтобы попасть в это состояние, они делают вот эти практики, осознанные сны. А у меня был. А у тебя, ну, я, ну, там, типа, летала, перелетала в какие-то эти, и, то есть, ну, я, правда, осознанный сон у меня был. Ну, в общем, чем больше вот этих всех параличей, тем дальше ты уже понимаешь, как с этим, ну, вот, как с этим бороться, как этим управлять. Слушай, такой вопрос. Помнишь, ты говорила, что ты, типа, боишься? Я просто Маша все время говорю, Маша, блин, круто, давай попробуй там как-то управлять. Она говорит, Катя, это очень опасно, потому что можно не вернуться, как бы, сонный паралич. Да, это тоже, да. Это можно так. Но как они вернутся, заснуть вообще навсегда? Ну, у подружки у меня вот был такой случай, у нее дядя уходил в астрал, и он делал очень долго вот эти вот практики. И, то есть, если уйти от дома, как бы, далеко, пойти, 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 то вот, как он объяснил, что с этим нужно аккуратно, потому что можно, ну, как бы, не проснуться. Ты можешь уйти и, типа, в кому впасть. Да. Знаете, просто есть такая, как бы, помнишь, может быть, ты слышала, не знаю или нет, были такие прям люди, засыпали целыми деревнями, их не могли разбудить. Я не знаю, такую историю. Ребят, кто знает, напишите об этом. Как бы, были такие истории, какая-то болезнь такая, что прямо люди засыпали и могли спать там две недели. Это как-то, как это называется этот феномен? Деревня, это вообще такая штука, что там в конце каждой, по-моему, деревни стоит избушка ведьм, правильно я говорю? Или в самом начале. Что-то такое. Ну, это точно. То есть, и вот каждая деревня, у неё есть свой... Ну, раньше точно было. Поэтому деревня тоже такое дело, мистическое. Люди вообще мистические. Конечно. Тут мы, кстати, были в шоке, что вообще, знаешь, как религия вообще произошла. Откуда, знаете, вот у животных ведь нет религии, а вот у человека есть, да, такая потребность строить храмы. И древние цивилизации строили храмы. Откуда это, знаешь, пришло вот это вот желание верить в Бога, поклоняться чему-то высшему, какая-то вот связь с чем-то вот таким вот... Спейс-суши, да, нас сегодня немножко привели в такую тему космическую. Да, космическую, правда. Ох, ребят, ну, не знаю. Ну, вот видишь, как, откуда вообще, в принципе, да, религия зародилась? Кто-то скажет, чтобы управлять людьми. Безусловно, это было именно как поклонение. Да и вот сейчас мы вот эти племена, которые живут вот в Африке, они ведь тоже, у них ритуалы, они поклоняются. Откуда это взялось? Вот, то есть, если бы обезьяны вот никому не поклоняются, знаете, у них нет там никаких риту... Ну, у них есть какие-то брачные игры, ну, вот взаимодействие друг с другом, каких-то ритуалов для каких-то богов, которые они придумали, у них нет. А вот у нас почему-то есть. И мы вот правда задались этим вопросом, ну, как так? Откуда это взялось? Ну, это исторически все создано, это еще, ой, до нашей эры. До нашей эры, это... Но никто... До нашей эры. Учения-то есть, ну, то есть, об этом есть гипотезы, там, все дела, но точно ведь никто не знает. Никто не знает, ну, потому что это было очень, ну, это я не знаю, знаете, сколько это было тысяч лет до нашей эры? Человек возник, вот, Homo sapiens вообще возник 300 тысяч лет назад, ребят. Уроки истории. Ну, вы должны понять, ну, что мы 300 тысяч лет назад, а наша эра, ну, вот, да, год у нас какой сейчас, 2023. Так, а человечество возникло 300 тысяч лет назад, то есть, фактически до того момента, как возникло человечество, ну, у нас фактически сейчас должен быть 300 тысяч какой-то там год, а у нас 2000 год. Вот, и, то есть, мы огромную часть нашей истории, огромный пласт просто не знаем. Мы знаем, что было 2000 лет назад, 5, 10, 15, может быть, все, мы больше, что мы знаем 300 тысяч лет назад? Я ничего не знаю. Это все, как бы, ученые строят догадки по раскопкам, выдвигают свои теории, и на основе того, что, ну, мы сейчас понимаем. Вы, знаешь, там на ту же самую роли, но можно посмотреть по-разному. Да? В разные тысячелетия вообще, поэтому, ребят, ничего не знаем, мы поэтому верьте в экстрасенсов, реально. И хочется закончить тем, что... Верьте в экстрасенсов. Да, и вообще жизнь короткая. Верьте в чудо. Чудо случается. Успеть все. Да, верьте в чудо, верьте в себя, да? В космос. Кушайте спейс-суши, заказывайте, попробуйте, очень вкусно. Советую угорь, просто божественный. Ну, я наелась. Я тоже. Ну, как вот это? Ребята. Сейчас опять напишут, что вы ничего не съели. Ну, не хотим вам едаться. Дорогие мои, вы попробовали все вообще, обалденное. Попробуем? Давай попробуем. Тунца? Давай этот. Тунца. Я как-то... А я давай вот этот попробую. Хотела сказать, что я... Тунца тоже. Я открывала соевый соль. Обалденно. Все, поперешь. Вот это. Тунец. Огурец. И сливочный сыр, да? Сиденья Гурюмаша, приезжай, будем есть роллоскорей. Она приехала. Да. Что, там есть сольба? Да. Ребята, пишите, как вам мукбанг. Будем еще Машу звать? На мукбанге. Да, будем. А то мы сегодня только роллы едим. Может, что-нибудь еще с ней поедим? Наггетсы? Кто больше съест? Ну что? Спасибо всем большое за просмотр. Ладно. Я не могу уже, ребят. Я наелась. Роллы огромные. Посмотрите на их размер вообще. Тут надо понимать, что мы не просто едим, знаете, какие-то мини-ролчики. Это конкретно огромные роллы. Они XL. Они XL. У них много тут рыбы. У них много тут... Посмотрите, какая красота. Ребята, пробуйте. Роллы обалденно вкусные. Поэтому заказывайте, пробуйте. Это просто... Очень вкусно. Я объелась. И я. Всем пока. Будем прощаться. Пока, ребят. Прощаемся. Ребят, пока. Экстрасенсы. Давайте так. Все прислоните руку к экрану. Мы с вами это... Все, ребят. Я прям почувствую. Я чувствую. Все, пока.